Сегодня мы поговорим о том, как себя держать в отличной диджейской форме 365 дней в году. Меня зовут Диджей Мосс, вы на канале Аперкатс. Погнали! Почему важно оставаться в хорошей диджейской форме? Без понятия. Вот именно. Давайте рассмотрим на примере тренажерного зала. Если вы регулярно посещаете тренажерный зал, если вы регулярно тренируетесь, то ваши мышцы постоянно находятся в тонусе, а в лучшем случае вы еще и прогрессируете. Если же вы пропускаете тренажерный зал, например, не ходите туда 2 или 3 месяца, то вам может казаться, что вернувшись в зал после 3 месяцев пропуска, вы легко поднимете ту самую 100-килограммовую штангу, которую элементарно поднимали 3 месяца назад. Но не тут-то было. Вы наверняка не сможете поднять, я не знаю, там 80 килограмм. Вам нужно будет возвращаться в ту физическую форму, в которой вы были до пропуска. То же самое и с диджейингом. Если вы набрали какую-то диджейскую форму, там регулярно практикувать или изучая какие-то новые элементы, и дальше вы просто выступаете и получаете только игровую практику, то, скорее всего, ваш скилл в лучшем случае будет оставаться на одном месте, но, скорее всего, вы будете понемножечку стагнировать. То есть ваш скилл чуть-чуть будет становиться хуже. Вы будете забывать какие-то элементы, которые умели и давно не отрабатывали, или давно не практиковали. Поэтому очень важно держать себя в хорошей диджейской форме. Однако, если вы будете делать все то, что я вам сегодня покажу и расскажу, то ваш диджейский сет всегда будет свеж, разнообразен и прекрасен. Итак, дело это номер один. Играй каждый день, хотя бы по 20 или по 30 минут. Ну, если не каждый день, то хотя бы через день. Что вы можете делать? Вы можете просто играть диджейские миксы, то есть постоянно прикасаться к диджейскому оборудованию. Ваш мозг, поверьте, скажет вам большое спасибо за это. Также вы можете сводить привычные треки в каких-то непривычных последовательностях, нарушить свои уже сложившиеся связки и попытаться свести то, что вы никогда не сводили или то, что казалось вам несводимым. Вы можете миксовать разные жанры. Вы можете просто учиться какие-то новые элементы или включать эффекты, которые вы никогда не задействовали. То есть все, что угодно, просто подходите и работайте на вашем диджейском оборудовании хотя бы по 20-30 минут, хотя бы через день. Если вы хотя бы базово умеете скретчить, то сейчас я покажу вам небольшое упражнение, регулярно практикуя которое, вы сильно добавите в музыкальности ваших диджейских связок и вообще ваших скретчей. Я хочу показать упражнение, которое мне в свое время порекомендовал один мой товарищ диджей. Оно направлено на развитие музыкальности ваших скретчей, ваших скретчевых связок и вообще в принципе вашей музыкальности. Что же сказал мне мой товарищ диджей? Он подсказал мне следующее. Представь, что ты приходишь на репетиционную музыкальную точку, и там собрались вот музыканты. И они просто джемят, они просто играют какую-то музыку по фану. Просто им по фану. И говорят, слушай, встраивайся, будь еще одним музыкантом в нашем джеме, и просто вот подыгрывай нам. Как ты можешь подыгрывать? Ты можешь использовать сэмплы, например, нажимать на сэмплеры какие-то сэмплы. Ты можешь немножко скретчить. И таким образом ты становишься частью этой группы и просто подыгрываешь музыкантам. Для этого мы сейчас возьмем какой-то базовый фанковый трек, инструментальный, без слов, и просто будем стараться подыгрывать музыкантам. Я начну с самых простых скретчей, начну подыгрывать фристайлом, и постепенно буду усложнять связки, подыгрывая тому, что я буду слышать в этом треке. То есть мы просто включаем фанк-трек, и я начинаю не просто скретчить базовые какие-то заученные связки, а именно подыгрывать музыке, которую буду слышать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, вы поняли. Я просто слушал музыку и пытался встраивать те скретчи, которые я умею, в эту музыку. Если вы умеете просто делать бэби-скретч, попробуйте встраивать бэби-скретч в эту музыку. Давайте я просто попробую только бэби-скретч встраивать. То есть вот, можно буквально умея только один бэби-скретч пытаться как-то подыгрывать этому фанк-треку. Как только вы будете познавать новый какой-то скретч, вписывайте его вот в такое вот упражнение, и это упражнение отлично тренирует связки, отлично тренирует музыкальность, и вообще, в принципе, вам в миксе даже поможет, потому что, например, у вас будет играть какой-то микс, и вы захотите запустить следующий трек со скретча, вы уже гораздо музыкальнее будете это делать, просто потому что набьете руку вот на таких вот простых упражнениях. Вот такое вот простое упражнение. Даже если вы умеете просто делать бэби-скретчи, какие-то самые элементарные скретчи, то вы легко сможете быть тем аккомпанирующим музыкантом, о котором я говорил в процессе упражнения. И еще раз повторюсь, практикуйтесь посреди недели. Хотя бы через день вставайте за ваши вертушки, за ваши контроллеры. Можете просто играть, можете пробовать то, что вы не пробовали, но прикасайтесь к диджейскому оборудованию и поверьте, ваши миксы в будущем скажут вам большое спасибо. Итак, делай это номер два. Отслушивай новую музыку. То есть буквально отслушивай новую музыку. Каждую неделю тебе нужно полностью послушать хотя бы один чей-то микс. Вот элементарно. Ты можешь включить, например, бойлер-рум и от начала до конца послушать чей-то микс. Или я не знаю, найди на SoundCloud какого-то диджея или артиста и послушай его микс. Поверь мне, в течение микса найдется хотя бы один-два трека, которые тебе захочется скачать. А в лучшем случае ты захочешь скачать чуть ли не весь микс. Поэтому отслушивая миксы других музыкантов и диджеев каждую неделю, ты уже будешь пополнять свою музыкальную библиотеку. Помимо этого, ты можешь просто следить за музыкальными новинками. Ты можешь смотреть, что новенького выпускают артисты, которых ты любишь, и скачивать это. Опять же, возвращаясь к пункту номер один, ты накачал новой музыки, попробуй ее сыграть. Попробуй посводить ее со своей старой музыкой. Попробуй только новую музыку посводить, и наверняка у тебя родятся какие-то идеи для своих будущих миксов, и они скажут тебе за это спасибо. Сейчас я наглядно покажу процесс того, как я пытаюсь искать новую музыку для себя. Ну, самый первый базовый вариант, где можно найти музыку, это специальные диджейские пулы. Я об этом рассказывать не буду, это самый распространенный вариант. Есть куча диджейских пулов, в которых уже есть музыка. Я рассмотрю сейчас способы, как я лично ищу музыку, когда готовлюсь к сетам. И самый первый основной ресурс, который мне в этом помогает, это SoundCloud. Допустим, мы слышали трек, например, вот, допустим, Funkmaster, где-то мы просто слушали музыку, услышали трек, узнали, ага, это Funkmaster. Ввели его в поисковике, нашли этот трек, нажали на него, открылась страничка с этим треком. Мы нажимаем Mo и отстраиваем станцию по этому треку. Что такое станция? Это просто тупо список треков, похожих на трек исполнителя MPH Funkmaster. Вот тут, допустим, есть трек некоего непроизносимого артиста, в котором замесили Хамди из Крилекса. Мне он нравится, допустим, что я могу сделать? Я могу нажать на этот трек и пройти на его страничку. Очень часто треки можно скачать бесплатно, как в данном случае. Вы нажимаете на Download, и там вам предлагается сделать пару действий, подписаться на SoundCloud чувака, который сделал Edit, пролайкать его какие-то, короче, песни и страницы, и за это получить бесплатно трек. Это очень легко делается. Если же вдруг такой возможности нет, то я копирую имя трека и вставляю его в старый добрый поисковик ВКонтакте. Ну вот сейчас мы видим, что конкретно этого эдита ВКонтакте нет, но нам повезло, этот трек можно бесплатно скачать в самом SoundCloud. Там или там вы, скорее всего, сможете его скачать. Если этот трек нельзя скачать ни в SoundCloud, ни ВКонтакте, но он вышел официально, то есть он есть официально на стриминговых платформах, тогда нам поможет такая штука, называется Lossless Robot. Это бот в Телеграме, он так и называется, Lossless Robot, его легко найти. И в нем вы можете скачать в самом крутом качестве в Lossless, Vaiv и Vav треки, которые вышли официально. То есть все то, что есть на Spotify, в Apple Music и в прочих стриминговых платформах. Что для этого нужно сделать? Вы просто открываете этот бот, нажимаете треки и вводите название трека. Дальше, если он его находит, скачиваете бесплатно этот трек. Следующий ресурс это Bandcamp. Bandcamp это то, где независимые музыканты продают свою музыку. Очень часто этой музыки не найти ни на стриминговых платформах, ни бесплатно в ВК. И поэтому я часто пользуюсь вот этим вот Bandcamp. Здесь нужно прям конкретно вбивать какого-то артиста или человека, который делает эдиты в поисковую строчку. Допустим, я знаю, что есть классный такой артист-диджей CDQ. Хочу сейчас посмотреть, есть ли у него что-то новенькое. Вбиваю его имя. Ага, какой-то трек у него вышел сейчас. Мы попадаем на страничку последнего релиза, смотрим сбоку все остальные релизы, можем подписаться на него. Тут треки, как правило, продаются. Иногда бывает их бесплатно можно скачать, но, как правило, они продаются. Для того, чтобы их купить, нужно два условия соблюсти. Это нужен включенный VPN и карта иностранного банка. А еще я беру музыку в музыкальном боте Аперкадс. Как вы понимаете, Аперкадс это не только я, это очень большая команда. Если, например, вам необходимо закрыть потребность в хаос музыки, то в этом музыкальном боте вы найдете пак хаос. Если вы хотите закрыть, например, потребность в русской музыке, то тоже можете ее легко закрыть паком Russian и так далее. Если войти в бот, Music Bangers Bot он называется, то вы попадаете на страничку. Если нажать на решетку, то вы увидите, какие паки уже были изданы. Есть 1000 бэнгеров, есть хаос пак, есть вормап пак для вормапа. Афро хаос пак, 3 пака с разными эдитами и мэшапами. И очень большой пак с русской музыкой. Там реально больше 1300 треков с удобным интро. То есть сводить треки суперудобно. Треки для паков команда Аперкадс буквально отрывает от собственного сердца. Треки все проверены на танцполах. И, в общем, это бэнгеры, которые работают. Итак, делай это номер 3. Повторяй по одному или двум трекам каждую неделю. Если ты владеешь, хотя бы базово владеешь какой-нибудь музыкальной программой, Ableton, FL Studio, Logic, неважно что, попытайся повторить хотя бы один или два трека в неделю. Просто берешь, скачиваешь трек какой-то, вставляешь его в музыкальную программу и пытаешься максимально близко его воссоздать. Ты ищешь похожий кик, ищешь похожий снейр, пытаешься наиграть мелодию из этого трека, ты пытаешься повторить аранжировку, то есть там, не знаю, интро, яму, дроп или там припев, я не знаю. Если у тебя есть, например, акапелла из этого трека, то ты берешь в том числе и акапеллу и пытаешься под акапеллу полностью воссоздать бит этого трека. Итак, это были три пункта, за которые твои будущие миксы и вообще, в принципе, твоя диджейская или музыкальная карьера скажут тебе большое спасибо. Предлагаю тебе челлендж. Давай вот буквально две недели ты будешь делать все то, что я тебе говорил. Попробуй это делать просто две недели. И через две недели напиши в комментариях, каким образом изменилась твоя карьера, твои миксы и твои треки. Я буду ждать. Меня зовут Диджей Мосс. Вы были на канале Аперкатс. Увидимся.